Вы часто говорите Антверпен, Антверпен. А почему просто не купить бриллианты в России? У нас ведь есть Якутия, у нас их добывают. У нас есть места, где их гранят. Зачем россиянам ездить в Антверпен, а за бриллиантами, которые иногда из Якутии туда идут? Совершенно верно. 80% всех камней мира проходит через Антверпен, в том числе российские камни. Причин несколько. Надежность и цена. Цена, я сказал, отвечая на один из предыдущих вопросов, сколько стоят камни здесь, покупая камни такого же качества в достойном магазине, вы заплатите в 2,5, а то и в 3 раза дороже. Скорее всего, в 2,5 не будем преувеличивать. В России есть очень хорошие алмазы, в России есть прекрасные огранщики, они умеют работать. К сожалению, лучшие камни, лучше и по качеству алмаза, и по качеству огранки, потом уходят сюда и продаются здесь. Для продажи на российском рынке остаются камни с худшим качеством огранки для начала. Помните, я говорил об этом, что в России нет обязательной сертификации камней. А когда, например, якутские алмазы оценивает лаборатория, относящаяся к этому самому концерну, это всё равно, что школьнику попросили оценить качество его сочинения. Великолепно раскрыта тема, за литературу 5, нет ни одной ошибки, он же не видит своей ошибки, тоже 5. Вот так и получается, что все камни с идеальным качеством огранки. А кроме того, поскольку в России производится много синтетических камней и нет запрета на разделение синтетических и натуральных камней, много продаётся синтетики. Вот поэтому я прекрасно понимаю, что 95% всех покупающих в России не приедут ни сюда, ни в Израиль. Почему я говорю больше про Антверпен? Потому что я живу в Бельгии, потому что я учился в Антверпене. Если вам удобнее ехать в Израиль, вы найдёте там гемолога, которому сможете доверить. Почему бы не туда? Это примерно одинаково. Хотя всё-таки надо понимать, что экспорт из Антверпена в Израиль в 8 раз больше, чем из Израиля в Антверпен. Но уровень цен на вашем уровне, на уровне клиентов, которые покупают один-два камня, он несущественный. В опте, да, чуть-чуть, но это доли, процент вас это не коснётся. В принципе, одинаковые цены в Антверпене и в Израиле. Это зависит от того, куда вам удобнее поехать. Я не пытаюсь сказать, что я единственный специалист в мире. С хорошим якутским алмазом надо ехать в Антверпене либо в Израиль. К сожалению, получается там. К сожалению, так, но точно так же, как за некоторыми другими в России произведёнными вещами. Почему-то их нередко можно найти за пределами, не говоря о более печальных вещах. Да, это так, и отправляются сюда и алмазы неогранённые, и отправляются сюда огранённые. Ещё раз, я ни в коем случае не хочу сказать, что в России нет хороших огранщиков. А когда, кстати, говорят, что разве вы не знаете, что советское качество огранки самое лучшее? Конечно, советское качество огранки было действительно самое лучшее. По той простой причине, что огранщик в Советском Союзе не зависел от экономического результата его работы. Его просили сделать идеальное качество огранки. Если он из 5-каратного алмаза делал однокаратный бриллиант, ему говорят, молодец, вот видишь, идеальное качество и сделано. А теперь огранщик в современной России должен думать об экономической составляющей. Заказчик просит его вытянуть максимальный вес. Чтобы вытянуть максимальный вес, он должен поступиться характеристиками качества огранки.